Православная Церковь Женна Руси последних трех веков христианства. Ее имя в переводе с греческого означает «странница», «гостья», «чужестранка». Воистину странницей вела себя эта дивная святая на этой бренной земле. Жила словно гостья, презрев все в этом земном мире, дабы стяжать мир гурний. Об этой великой подвижнице, принявшей на себя подвиг безумия ради Христа, известно очень мало. Жизнь ее была полностью скрыта. К известной чудотворице земли русской непрестанно тянется народ Божий. Поверяя свои беды и печали и непреложно уповая на скорейшую помощь угодницы Божьей. Поздравляем всех, кто носит имя Ксения с именинами. И желаем непрестанного покровительства Святой Блаженной Матушке Ксении. Четверг, 7 февраля – день святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Православный мир почитает его как отца и учителя церкви. В своих проповедях, письмах, стихах святитель Григорий стремился защитить чистоту веры, оградить ее от ложных толкований и ересей. Он пережил предательство друзей и даже попытку покушения на свою жизнь. Чтобы примирить враждующих, святитель Григорий отказался от патриаршества. Всю жизнь он утверждал православие своими богословскими трудами, письмами и стихами. Церковь почитает его под именем Богослов, которое до этого было дано лишь любимому ученику Христа, апостолу Иоанну Богослову. Также 7 февраля церковь воспоминает годовщину мученической кончины святителя Владимира, митрополита Киевского и Галецкого. Его смерть явилась началом длительного периода гонений на русскую православную церковь, во время которых бесчисленное множество клириков и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой даже до смерти. В субботу 9 февраля празднуется перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого из армянского селения Каманы в Константинополь, где он как патриарх управлял церковью. От избытка сердца глаголят уста, так слова Господни исполняются на златословесном проповеднике, великом учителе Церкви Христовой, жизненный путь которого пронизан любовью к Богу и к людям. Святитель Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, великий святой Церкви Христовой, один из трех ее вселенских святителей. Житие святителя Иоанна Златоустого является примером истинного подвига и неложного самоотверженного героизма. За свое нелицемерное бесстрашное исповедание правды Божией и обличение власть имущих в их неправде перед Богом и Церковью, святитель Иоанн подвергся жесточайшим гонениям. Свою жизнь великий учитель Церкви окончил в очередной ссылке в Каманах. Последними словами святителя Иоанна Златоуста были слова благодарения Господу. Слава Богу за все! Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает, то в ближайшее воскресенье до или после 7 февраля, в зависимости от того, на какой день недели выпадает эта дата. Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память святых, дата смерти которых неизвестна. На сегодняшний день в составе Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской более 1700 имен. Также в этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-18 годов. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok